История успеха и поиска собственного дела Противостояние сильных полуанов Областной турнир по казаку Ресе прошел в Акаинском районе 20 октября в Петропавловске стартовало трехдневное мероприятие Казалжар Девелопмент Дейс Его участники будут говорить о расширении экономических прав и возможностей бизнесвумен Мероприятие приурочили ко Дню Республики День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности Любовь к родине, трудолюбие и оптимизм жителей являются надежным залогом Ее уверенного движения вперед, успешного решения социально-экономических задач Сегодня в области действует 31 тысяча субъектов малого и среднего бизнеса Из них 13,5 тысяч или 43% составляют женщины-предприниматели Самозанятых женщин в области около 37 тысяч Все они нашли свои ниши в самых разных сферах деятельности С марта этого года консультативную помощь бизнесвумен могут получить в областном центре развития женского предпринимательства У нас уже проконсультировано почти 350 человек Некоторые из них уже не один раз обратились То есть получили не одну услугу, кто-то прошли одно-два обучения Для того, чтобы помочь, одним обучением помочь развивать другое направление свое, которое они решили открывать Из всех обратившихся к нам 100 человек уже прошли обучение Речь идет как об офлайн, так и об онлайн форматах обучения Сыр-казахстанки освоили массажное дело Научились шить и ремонтировать одежду Узнали техники макияжа, чтобы стать визажистами Бьюти-направление выбрала 27-летняя Нуржанка Надбекказа Я обратилась в палату предпринимателей Атамикен С помощью областного центра развития женского предпринимательства прошла обучение и стала визажистом Кроме того, я бровист Открыла свой кабинет, нарабатываю клиентскую базу Идея работать на себя пришла мне в декрете Я хотела, чтобы у меня был гибкий график Теперь мне хватает времени на детей и собственную реализацию Ее находит в своем деле каждая деловая женщина Редко они возглавляют крупные компании, заводы, производства Алексей Куликов помогает бизнесвумен подобрать хороших специалистов По его мнению, самый острый их дефицит наблюдается в сфере промышленности Очень много кадров уезжает Или производства открываются И компании начинают переманивать хороших специалистов Грубо говоря, там был один объем специалистов Когда открылось 2-3-4 предприятия, тоже в городе То кадры начинают рассасываться И здесь уже включается другое понятие Как развитие корпоративной культуры Что мне как предприятию нужно сделать Чтобы от меня не бежали кадры Кадровый вопрос на встрече тоже обсуждали В течение нескольких дней на площадке будут выступать предприниматели Эксперты Северного Казахстана и других регионов страны Дарья Пушмынцева, Александр Янсен, МТРК Послания президента народу обсудили в казахском обществе слепых В североказахстанском филиале насчитывается около 600 членов общественного объединения Волновали их вопросы школьного образования В частности, инклюзивные кабинеты для детей с особыми потребностями Задавали собравшиеся и вопросы по социальной помощи Мы как пенсионеры вывели, что социальные обязательства государства Перед старшим поколением, перед инвалидом Все полностью остается Вот это самое ценное для нашего поколения А конечно здесь идет развитие и промышленности, и сельского хозяйства О проблемах в сельском хозяйстве говорил и президент страны Состояние этой отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность Предстоит решить задачу увеличения объемов производства И повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции Время, когда можно было просто продавать зерно и скот Ушло в прошлое, отметил глава государства При этом необходимо усилить контроль за выделением и освоением субсидий в сельское хозяйство Большой блок в послании был посвящен теме образования, в том числе высшего Для абитуриентов станут доступны льготные кредиты на обучение по 2% годовых Это очень хорошо для будущего нашего, для развития, для учебы, для образования Для детей откроются депозиты до 18 лет, которые можно будет воспользоваться Это тоже, я считаю, хорошее вложение, хороший капитал для дальнейшей жизни Обсудили на встрече и изменения в системе здравоохранения При медицинских вузах будут созданы многопрофильные университетские больницы и клиники В течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре увеличат на 70% Вновь принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта Нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерские акушерские пункты В 650 селах, в которых сегодня нет медицинских учреждений Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более миллиону граждан В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем 4 миллионов граждан, говорится в послании Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов Агирим Хамзина, Казбек Рыгбаев, МТРК В полицию Петропавловска обратился 51-летний горожанин Он сообщил, что во время рыбалки возле села Шаховского обнаружил на берегу котлована одноствольное охотничье ружье Мужчина забрал его домой, но на следующий день позвонил на канал 102 С заявлением о добровольной сдаче незаконно хранящего огнестрельного оружия обратился гражданин, который пояснил, что во время рыбалки на берегу, близ села Шаховского, Казулжарского района, на берегу он обнаружил ружье Стражи порядка отмечают, в подобных случаях следует вызывать полицию на место находки Впрочем, факт добровольной сдачи избавил горожанина от ответственности за незаконное хранение незарегистрированного оружия Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла ружье и направила его на экспертизу Поступившее на исследование ружье, добровольно сданное жителям города Петропавловска, является огнестрельным ружьем, одноствольным гладкоствольным 20-го калибра, модели ИЖЗК, изготовленным заводским способом и пригодным для производства выстрелов После всех необходимых проверок ружье уничтожат Всего с начала года в области из незаконного оборота изъято 96 единиц оружия Полицейские напоминают, за хранение незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрена уголовная и административная ответственность Единственная возможность избежать ее – добровольно сдать опасные предметы Анна Куликова при содействии Пресс-службы областного департамента полиции В Петропавловске прошла встреча транспортных полицейских Казахстана и Российской Федерации Обсудили вопросы приграничного сотрудничества Особое внимание проблемам урегулирования миграционных процессов По словам сотрудников правоохранительных органов, устранение нелегальной миграции является важным условием противодействия терроризму и экстремизму Встреча была плодотворной и ее результаты очень важны для дальнейшего развития тесных взаимоотношений между транспортными полицейскими двух стран В рамках приграничного сотрудничества представители сторон подписали совместный протокол, где определены дальнейшие совместные мероприятия по борьбе с преступностью и расширению профессиональных контактов Тушат пожары, оказывают медицинскую помощь, вызволяют людей из беды Профессия спасателя не из простых Здесь нужен стальной характер, смелость и отвага На боевом дежурстве огнеборцы находятся каждый день, вне зависимости от погоды, праздников и выходных Поблагодарил за нелегкий труд и поздравил с профессиональным праздником от имени Акима области его заместитель Саджан Аблалиев За годы независимости Республики Казахстан спасательными службами Министерства по чрезвычайной ситуации совершено более полтора миллиона выездов и ликвидации чрезвычайной ситуации И лишь в тесном взаимодействии местных исполнительных органов жителям нашей страны можно обеспечить эффективную защиту от различных стихийных бедствий Недавное событие в Костановской области яркий тому пример Спасатель это не просто профессия, это призвание, в этом уверен Ербол Муханбеталин Работает в пожарной службе он уже 17 лет, за его плечами немало спасенных жизней Поменял ряд должностей, начиная с работы со службы начальника караула, старшего инженера, главного специалиста Сейчас я работаю начальником отдела дознания Если говорить о работе начальника караула, то в первую очередь это тот руководитель, который ведет за собой пожарный, боевой расчет И все действия, которые ребята осуществляют при ликвидации пожаров, осуществляются под его чутким руководством Поэтому в первую очередь он должен знать, как действовать быстро и эффективно при тушении пожаров, соблюдать технику безопасности Самое главное это знать характер каждого члена своей команды, подчеркивает пожарный Уметь распределять силы и возможности, быть готовым к любой непредвиденной ситуации Сегодня отважных спасателей награждают почетными грамотами, дипломами, медалями, повышают звания Отметили в этот день и Ерлана Тлеукобылова Он не пожарный и не полицейский, но 19 сентября он был готов пожертвовать своей жизнью ради спасения ребенка Отважного сельчанина наградили медалью за спасение утопающих Я ехал в магазин и в этот момент вижу, как ребенок прыгает на колодце и упал в колодец В этот момент я подъехал, хотел сразу прыгнуть в колодец Ну у меня тоже какая-то паническая атака может была, я не понимаю Ну и получается я забежал в магазин, взял в этот аркан и спустился уже на веревке Когда я уже спускался, он уже был под водой, в принципе уже напился воды Я когда его вытаскивал, он уже можно сказать был чуть-чуть без сознания или таком тоже Получается я его когда уже вытащил с воды, он в один момент заплакал и я тогда понял, что он живой После церемонии награждения для гостей организовали праздничный концерт Девиз огнеборцев – честь и долг на службу Родине Всего в нашей области преданно несут службу более 800 спасателей Диана Салихова, Казбек Рыгбаев, МТРК Граждане республики всех национальностей составляют народ Казахстана И он является единственным носителем суверенитета и источником государственной власти в Казахской ССР Это выдержка из четвертого пункта Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР Тот самый документ, который положил начало независимости нашей страны Декларацию приняли 25 октября 1990 года 17 пунктов, которые ознаменовали рождение республики Казахстан, читала тогда вся страна Газеты с текстом этого важного документа хранятся в Североказахстанском государственном архиве Их представили на выставке Определено было, что территория Казахстана будет неделимой Без разрешения не будет использоваться земля Особенно это важно было в том плане, что на территории Казахстана был Семипалатинский ядерный полигон, один из крупнейших в мире И в пункте 11 декларации как раз указывается, что запрещается использование полигонов на территории Казахстана И благодаря этому положению 29 августа 1991 года был закрыт этот полигон Декларация определила правовые основы и атрибуты суверенитета Один из главных – территория будущей страны, а также символы, госорганы, финансы Хотя, конечно, этот документ не позволил полностью обрести независимость и суверенитет Он был половинчатым, но тем не менее начало независимости было заложено Этот документ существовал с октября 1990 года до декабря 1991 года Когда был уже принят закон о независимости Республики Казахстан Декларация о суверенитете – не просто юридический документ, отмечают собравшиеся за круглым столом Это символ возрождения, самосознания народа, его культуры и традиций В областной библиотеке имени Сабита Муканова собрались студенты Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Ашимова О главных страницах истории и о том, насколько важен вклад каждого гражданина Рассказывает молодежь и участник военных действий в Афганистане Эрик Татыбаев Приурочили встречу празднованию Дня Республики Сегодня я с детьми общался, рассказал им, что означает наша республика, наша родина К чему эта дата присвоена И что мы, как жители нашего Казахстана, какую мы выполняем миссию для него Самое главное на сегодняшний день – это наше будущее, наша молодежь, которая должна понять Каждый праздник несет свою стезю, все будущее на них Как они себя будут вести, как они будут жить, они должны знать историю Как раз таки проверить это – одна из главных задач встречи Молодежь показывает свои знания в историко-познавательном турнире Кто является единственным источником государственной власти, когда приняли декларацию о государственном суверенитете На эти и другие вопросы Викторины больше всех ответила София Скачкова Она стала победительницей турнира, получила грамоту и приз Мне было очень приятно побывать и поучаствовать в Викторине Я буду дальше продолжать изучать нашу страну, потому что это очень интересно Я думаю, что такие мероприятия, которые сейчас, надо проводить больше Потому что некоторые вопросы мы можем забывать И мы должны их знать, потому что мы живем в Республике Казахстана Всего в мероприятии приняли участие более 20 студентов Основная цель встречи – привитие чувства патриотизма и укрепление знаний о главных датах истории Казахстана Анастасия Кузнецова, Александр Янцен, МТРК Всю неделю в резиденции Аблайхана много гостей Там проводят мероприятия, посвященные Дню Республики Сегодня не исключение В зале собрались студенты колледжа и школьники Одна из них – 11-летняя Тамирис Сексимбаева Она любит изучать историю, поэтому подобные мероприятия старается не пропускать Мой любимый предмет – это история Казахстана Я, когда вырасту, я хочу стать или учителем истории Казахстана, или журналистом Сегодня нас пригласили в Аблхан-резиденцию на праздник Республики Казахстана Для ребят устроили представление Актеры играют исторический момент Российский посол пришел с визитом к Аблайхану Цель таких вечеров – закрепление исторической значимости Дня Республики Как смелого шага народа к собственной государственности А также развитие патриотизма среди подрастающего поколения Чтобы получше запомнить историю праздника, для детей устроили викторину В викторине рассматриваются вопросы по истории нашей страны А также по культуре, музыке, традиции, обычаи казахского народа А также по литературе И, конечно же, про жизнь и деятельность Хана Аблая Есть вопросы, которые охватывают именно жизнь и деятельность Хана Аблая Так как становление нашей страны начинается именно с Аблайхана Посетят работники музея и школу-интернат для детей с нарушением слуха В целом, подобные вечера будут проводить до 25 октября Диана Салихова, Никита Кузовенков, МТРК Сила духа, воля и стремление к победе В селе Ленинском Акаинского района прошел областной турнир по казаку Ресе В соревнованиях приняли участие борцы со всего региона Среди них 13-летний Мирей Шарипов В соревнованиях принимаю участие не в первый раз Сейчас вышел на ковер соперник достойный, опытный Но это мне не помешало выиграть его Надеюсь, что сегодня я одержу победу Турнир посвятили празднованию Дня Республики и памяти Руслана Аркешева Тренера, который воспитал не один десяток пауанов Акаинского района Поддержать юных борцов приехал Алтенбек Аусагитов Для них спортсмен провел мастер-класс Такие соревнования были у нас у детства Отрадно, что дети, как и мы в свое время Горят желанием заниматься спортом Так и они вырабатывают в себе выносливость И улучшают физическую подготовку Всего в турнире приняли участие 120 юношей По словам главного судьи, ребята к соревнованиям подошли ответственно Каждый надеется на яркую победу Мы рады, что Казак Кюресе набирает большую популярность среди юношей Ежегодно в этот вид спорта приходит все больше ребят Они тренируются, набираются опыта и выезжают на соревнования, где занимают места Сегодня в турнире участвуют 7 команд Из них 4 приехали из Петербурга Победителей призеров наглядят грамотами и кубками Алишара Шамов, Никита Кузовенков, МТРК Берег Типпек, казахская национальная игра В ней сегодня соревновались студенты Приурочили состязания ко Дню Республики Приняли участие более 20 человек Среди участников – Еркен Токтор Беков Эту игру узнает со школьной скамьи Поэтому сейчас он с легкостью проходит все этапы В целом игра является одной из самых древних игр у казахов В ней участвует много людей В школе мы так играли, даже на соревнованиях были пару раз По правилам игры 7 человек должны бросать мяч, расположившись вдоль одной линии Победит тот, кто бросит мяч дальше Конечно же есть свои тонкости Например, тот, кто кинул ближе всех Собирает мячи, раздает участникам, а сам выходит из игры Такие состязания проводятся в университете третий год подряд Мы здесь чуть-чуть его некоторые правила изменили Место БРК, шапку кидали, но мы кидаем медицинский мяч Это как ближе к видам легкой атлетики Поэтому студенты восприняли хорошо Сегодня определились чемпионы, победители среди девушек, среди юношей И также мы определили командное первенство Победители выбирают путем суммирования баллов Занявших призовые места наградили Диана Салихова, Никита Кузовенков, МТРК 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 Будна перевер 이런quisason